Всем привет! Меня зовут Игорь, это сайт sachenk.biz. Сегодня мы опять поговорим о Cinema 4D и конкретно поговорим о таком инструменте, как Feathers Object. Этот инструмент предназначен для быстрого и удобного создания объектов типа пера в Cinema 4D. Поэтому без долгих предисловий давайте, собственно, начнем. Но начнем мы не с добавления этого объекта в сцену, а с создания сплайна, который и будет служить основой и центральной осью нашего пера. Давайте перейдем в вид справа, выберем инструмент для рисования сплайна. Я выберу кубик, мне удобней так с ним работать. И нарисуем очень простой сплайна, что-то похожее на вот такую линию. Теперь перейдем в наш вид перспективы и добавим в нашу сцену Feathers Object. Для этого откроем вкладку Simulate, перейдем в Hair и найдем здесь Feathers Object. Теперь возьмем наш сплайн и сделаем его дочерним объектом к Feathers. Мы сразу видим результат. Мы видим, как у нас появилось, собственно, наше перо. Вот здесь мы даже различаем какой-то пух на этом пере. И теперь давайте посмотрим, что мы можем здесь настроить и как сделать его более реалистичным. Давайте перейдем, кликнем по нашему Feathers Object в менеджере объектов и перейдем к настройкам. Во-первых, у нас есть такая опция Editor Lot. Lot расшифровывается как Level of Detail, то есть степень детализации во вьюпорте. По умолчанию она стоит на 50%, но если объект у нас не сильно сложный, мы можем поставить 100%, поскольку тогда мы будем более корректно видеть во вьюпорте окончательный результат. Собственно, сам пух на нашем пере мы можем генерировать двумя способами. С помощью сплайнов и с помощью объекта Feathers. Мне кажется, что с объектом Feathers работать более удобно, поэтому мы оставим включенный именно эту настройку. Будем работать с Feathers. Дальнейшее сегменты — это количество сегментов, на которые подразделяется каждая вот эта вот пушинка нашего пера по умолчанию. Стоит 6 сегментов. Ну и пока, я думаю, изменять эту настройку нам не стоит. Она обеспечит нам достаточную гибкость в дальнейшем. Давайте посмотрим, какие у нас есть еще настройки. Настройки Spacing, то есть промежутков между сторонами нашего пера и, собственно, между пухом. У нас есть такая настройка, как Rages Radius. Она позволяет сдвигать в стороны снизу и сверху пух нашего пера. То есть мы можем отодвигать его от центральной оси. Мы можем выбрать точку старта, где будет начинать расти наш пух. И точно так же, соответственно, мы можем выбрать точку окончания. То есть где пух будет заканчиваться. Barb Spacing — это расстояние между нашими пушинками, вот этими вот костевыми волосками на пере. Чем, соответственно, это расстояние больше, тем более редким будет наше оперение. Давайте вернем значение по умолчанию. И Barb Length — это, соответственно, длина. Ну, получается, в данном случае больше, наверное, ширина нашего пера. Для последних двух значений — Barb Spacing и Barb Length — мы можем задать еще Variation. То есть привнести какой-то элемент случайности в построение нашего пера, чтобы оно выглядело не так равномерно и, соответственно, чуть более реалистично. Давайте пока оставим вот такие вот настройки и посмотрим, что у нас есть еще. Группу Displacement смещения мы пока трогать не будем, так как она на данный момент не будет работать. То есть если мы поменяем какие-то настройки, мы увидим, что это не приносит абсолютно никакого результата. Почему это происходит? Потому что мы еще не придали нашему перу какую-то окончательную форму. То есть, как видите, оно пока просто квадратное. Это две группы Fairs, которые расположены по разные стороны нашего сплая. Есть еще группа Rotation, которая отвечает за различные варианты поворотов нашего пуха и нашего пера, соответственно. Мы можем задавать какой-то шаг поворота с помощью Rotation Step. Мы можем задавать общий разворот. Естественно, мы можем комбинировать эти значения. И с помощью Raches Rotation мы можем разворачивать наши вот эти остевые волоски относительно друг друга. То есть, мы можем сделать наше перо чуть более, как вы видите, объем. И с помощью Warp Rotation мы, в принципе, можем еще немножко добавить ему объема. Как видите, это различные варианты разворота именно вот этого вот остевого пуха по отношению друг к другу. Для пунктов Rotation Step и General Rotation общего поворота у нас также действуют настройки Variation. То есть, мы можем задать какую-то вариацию и, опять же, добавить какую-то случайность. Ну, теперь давайте пока на данный момент вернем два этих значения к значениям по умолчанию и посмотрим, как, собственно, задается форма для нашего пера. Для этого у нас есть специальная группа Shape. Как вы видите, она состоит из двух кривых. И с помощью этих двух кривых мы, собственно, и будем задавать форму. Одна из кривых предназначена для левой стороны нашего пера, а вторая, соответственно, для правой. Давайте посмотрим, что у нас будет получаться. Например, возьмем вот этот ползунок и перетянем его вниз. Мы сразу видим, как при All-Time, в режиме реального времени, наша форма меняется. Ну, естественно, двух контрольных точек нам будет мало, поэтому мы можем на эту кривую добавить контрольные точки. Делается это элементарно. С зажатой кнопкой Ctrl кликаем левой клавишей мыши по кривой в необходимом нам месте. И здесь появляется точка, после чего мы ее можем перетягивать и смотреть, какой мы получим результат. Точно таким же образом мы можем добавлять еще точки на кривую и формировать наш перо. Давайте пока сделаем что-то. Оставим вот что-то такое и попробуем просто эту же кривую зеркально повторить слева. Посмотрим, что у нас получится. Добавим еще одну точку. Ну, приблизительно, приблизительно мы получили более-менее симметричный результат. Если мы теперь посмотрим на следующую группу настроек, которая называется Cross Section и Curve кривая, то мы увидим, что у нас есть еще несколько способов добавить какие-то неровности для нашего пера. Точно так же, зажав клавишу Ctrl и добавив точку на одну из кривых, мы можем ее перетягивать и добавлять еще какие-то визуальные неровности, изгибы на наше перо. Но чтобы лучше видеть, что происходит сейчас у нас в Viewport, давайте идем в Editor Load и немножко уменьшим Level of Details. Тогда нам будет понятней то, что мы делаем. Как вы видите, сейчас мы с помощью вот этой вот кривой изгибаем пух на нашем пере и делаем его не таким идеально ровным, как, допустим, вот с этой стороны. Давайте повторим то же самое здесь. Добавим каких-то неровностей. Можем чуть-чуть приподнять вот эти вот точки до большей правдоподобности. И я думаю, что мы можем немножко увеличить длину нашего пуха где-то до 95 сантиметров. Графики, вернее, кривые Cross-Section точно так же добавляют изгибы на наши перья. То есть с помощью вот этих вот шести различных кривых группы Shape мы можем формировать группы Shape, Cross-Section и Curve. Мы можем формировать полностью очертания и создавать полностью форму нашего пера. Как вы видите, это уже больше похоже на правду, чем тот результат, который мы видели в самом начале. Теперь давайте вернемся к нашей группе Displacement и попробуем изменить здесь какие-то настройки. Как теперь вы видите, после того, как мы придали нашему перу форму и после того, как мы создали какие-то новые точки на наших кривых Curve и Cross-Section, после того, как мы немножко изогнули пух на нашем пере, группа настроек Displacement стала работать. То есть визуально мы теперь видим, на что она влияет и как изменяются настройки нашего пера. Точно так же, как и во многих других настройках, мы можем добавлять здесь значение Variation для того, чтобы вносить какое-то разнообразие в дизайн нашего пера, чтобы он не выглядел слишком одинаково. Можем чуть-чуть приподнять пух у основания нашего пера и точно так же добавить сюда значение Variation. Что нам еще осталось рассмотреть, это группу Gaps. Если вдруг у вас нет какой-то группы, вы не видите ее на экране, просто щелкните по стрелочке, значит, эта группа просто у вас была свернута. Она развернется. Точно так же, если вы вдруг не смогли найти инструменты для придания формы перу, Возможно, что у вас в настройках Feathers Object выделена только вкладочка Object. В таком случае вам надо перейти на вкладку Shape или выделить вкладку Object и с зажатой клавишей Shift выделить вкладку Shape. В таком случае они обе откроются у вас одновременно. Итак, давайте перейдем во вкладку Gaps, которая у нас отвечает за формирование, как бы это правильно сказать, групп вот этих вот остевых волосков. То есть, если мы сейчас зададим в пункте Gap какое-то значение и поднимем процент в группе Accurants, мы увидим, что у нас стали появляться вот такие вот группы совмещенных волосков, совмещенного пуха. Если мы рассмотрим поближе, то мы увидим это хорошо. Меняется расстояние между нашими волосками. Ну и в зависимости от настроек во вкладке Gaps, от величины настроек, мы можем делать это расстояние больше, можем делать больше таких групп, меньше, можем также задавать им какую-то вариацию. В общем, создавать тот дизайн, который нам нужен. Давайте сделаем... Единственное, что мы, наверное, еще сделаем наше пиро чуть-чуть пышнее. Пышнее сделаем это с помощью Regist Rotation. Немножко... Развернем наши стилы и волоски относительно друг друга. Мы получим вот такой вот результат. Но, но, но. Если мы теперь нажмем на Pender, мы увидим, что пока на данный момент наше пиро выглядит, ну, не очень правдоподобно, хотя бы потому, что у него нет вот этого вот всего ствола центральной оси. Как ее сделать? В принципе, элементарно. Мы скопируем наш сплайн, только не сдуплируем сам сплайн, а скопируем его с помощью Instance. И добавим в нашу сцену объект Circle, который сделаем, ну, очень маленьким по размеру, например, 0,5 см. После чего добавим все это в Sweet Moops. Увеличим немножко радиус. И вот мы видим, что у нас уже есть центр у нашего пиро. Давайте добавим на него какую-то текстуру. Можем даже оставить текстуру по умолшению. Кинем ее на Sweet Moops. И нажмем еще раз на Render. Так мы видим, что вот эти вот наши полоски нуждаются в каких-то настройках, где их можно производить. Поскольку это объект Air, то все настройки мы можем собственно произвести с помощью материала Air. Давайте откроем его. И первое, куда мы зайдем, это вкладочка Fitness. Толщина. Толщина у основания Root у нас равна 1 см. Давайте попробуем ее уменьшить. И ставим ее 0,1 см. Толщина тип, кончик волоса у нас соответственно будет меньше. 0,5 см. После этого перейдем во вкладочку Color и настроим цвет нашего пера. Пускай оно будет у нас черно-белое, но если мы сейчас поменяем здесь черно-белый градиент, то он соответственно будет располагаться по перу горизонтально. А нам необходимо, чтобы он располагался вертикально. Поэтому градиент мы будем менять не здесь, а зададим его с помощью кнопки Texture Градиент. Кликнем по нему, попадем в окно настроек, где в поле Type мы можем выбрать 2D, то есть вертикальную раскладку нашего градиента. И здесь уже соответственно немножко его настроить, то есть сделать его, наверное, сверху чуть более темно и возможно чуть-чуть увеличить область черного. Хотя мы можем в принципе оставить так. Давайте пока свернем наш Material Editor и щелкнем по тегу нашей текстуры у объекта Feather Object, где в открывшейся вкладке Tag в настройке HairUVs мы выберем не Symmetrical, а Feather. И давайте еще раз нажмем на Render и посмотрим, что у нас получится. Теперь мы видим, что цвет нашего пера стал таким, каким мы и хотели его получить. Он идет градиентом от черного к светло-серому. Давайте зайдем еще раз в настройки. увеличим Level of Details и возможно увеличим количество сегментов, на которые делится каждый из наших волосков. Пускай этих сегментов будет 18, чтобы эти волоски не смотрелись так ломано. После чего еще раз нажмем на клавишу Render. И теперь мы видим, что после этих настроек у нас получилось гораздо более гладкое и гораздо более симпатичное перо. После чего мы можем немножко подстроить материал нашей центральной оси, сделать его чуть-чуть потемнее и наверное чуть-чуть уменьшить его размер, чтобы он не был таким громадным. Давайте нажмем на Render. Вот что мы видим. Вот мы фактически создали перо с помощью Cinema 4D. Естественно, для того, чтобы добиться какого-то хотя бы минимального фотореализма, вам нужно будет подбирать настройки. Они, естественно, индивидуальны для каждой конкретной сцены, для каждого конкретного случая. Но надеюсь, что общий принцип был вам понятен, что этот урок был вам полезен и знания вам пригодятся. Поэтому всего доброго и до новых встреч в следующих уроках. Пока!